С момента принятия закона о конвертируемом займе возникает у всех участников процесса очень большое количество вопросов. И один из вопросов, который возникает довольно таки часто, это что же теперь делать уже с существующими заключенными договорами конвертируемого займа, они что теперь не действуют. И второй вопрос из этого же блока, если меня больше устраивает игра по старым правилам, заключение договора конвертируемого займа по старым правилам, как я привык его заключать, могу ли я это делать? Отвечая на первый вопрос, следует апеллировать к статье 422 Гражданского кодекса, который устанавливает, что если принят закон, который устанавливает новые правила заключения договора по сравнению с теми, в соответствии с которыми был заключен этот договор, положение договора, который заключен, продолжает свое действие. Иными словами, если говорить гораздо проще, все, что заключено до принятия закона о конвертируемом займе, продолжает действовать. Спокойно, совершенно действуйте в рамках заключенных договоров, здесь нет никаких проблем. Дальше, если вы хотите заключать договор по старым правилам, если вам больше нравится заключать договор конвертируемого займа с большой юридической обвязкой, заключением опционных договоров, корпоративных договоров, никаких проблем, закон не отменял ни возможности заключения опционных договоров, ни залогов, ни корпоративных договоров, пожалуйста, используйте привычные схемы, если вам для юридического регулирования ваших взаимоотношений с инвестором так удобнее. Здесь законодатель абсолютно отдает на свободу воли сторон принятие данных решений. Очень часто слышим вопросы, даже сформулированные в виде жалоб со стороны участников рынка о том, ну зачем, зачем так сложно сделали, зачем эти единогласные решения, зачем здесь нотариальное удостоверение договора, зачем здесь повсеместное участие нотариуса. Во-первых, не стоит забывать, что решение об одобрении договора конвертируемого займа это не просто решение об одобрении некой сделки, это еще и решение об увеличении уставного капитала. При этом закон установил, что если в случае увеличения уставного капитала доля переходит лишь одному из участников или некому третьему лицу, как в нашем случае с договором конвертируемого займа, такое решение в любом случае должно быть принято единогласно. То есть закон о конвертируемом займе не установил ничего нового, он лишь повторяет действующие нормы и требования законодательства Российской Федерации. Единогласное решение необходимо для реализации прав всех участников общества, в том числе миноритариев, это очевидно. Это в том числе и гарантия против рейдерских захватов, когда несколькими участниками общества вдруг может быть согласован договор конвертируемого займа, заключен договор конвертируемого займа, и впоследствии переданы бразды правления обществом без участия и без согласия иных участников общества. Во-вторых, те, кто апеллирует к тому, что теперь с участием нотариуса стало все гораздо сложнее, а раньше по старым схемам все было проще, нотариус не был нужен. Видимо, забывает о том, что договор конвертируемого займа всегда сопровождался такой достаточно обширной юридической обвязкой в виде заключения опционов, корпоративного договора, договоров залога. В любом случае эти договоры не могли бы быть заключены без участия нотариусов, поэтому заключение договора конвертируемого займа по новым правилам явно не нарушает ни одну из существующих схем и не делает ее тяжелее. В любом случае участие нотариуса было бы необходимо. Кроме того, решение об одобрении и удостоверение договора у нотариуса, удостоверение всех необходимых решений у нотариуса, можно реализовать в течение единократного посещения конторы нотариуса всеми участниками сделки. Кроме того, не забываем, что нотариус не просто удостоверит сделку, он передаст соответствующие необходимые сведения в Федеральную налоговую службу о том, что договор конвертируемого займа заключен. Очень часто задают вопрос, а можно ли передать в качестве инвестиций по договору конвертируемого займа, права на интеллектуальную собственность, ну или, например, какое-то оборудование. Ведь, как говорят ряд экспертов, именно это зачастую нужно начинающему единорогу. Но здесь уже закон достаточно непреклонен и однозначен. Закон говорит так нельзя. Это подтверждается и теми условиями, и теми документами, например, которые должен предъявить инвестор нотариусу при предъявлении своих требований после наступления условий конвертации. В частности, говорится о том, что это должен быть документ, который подтверждает передачу инвесторам суммы займа компании-заемщику. Но, тем не менее, очень актуальным и популярным остается вопрос. Ну хорошо, заключили договор при участии нотариуса. Но почему нельзя было в законодательстве предусмотреть так, чтобы же конвертировать долю при наступлении определенных условий можно было бы без участия нотариуса? Ну вот, например, условия возникают, взаимодавец идет, берет документы, подает их в налоговую и получает свою долю автоматически. Здесь следует учитывать, что участие нотариуса – это очень важное условие при соблюдении прав всех сторон после наступления условий конвертации. Ведь полагаться исключительно на добросовестность взаимодавца в данном вопросе представляется достаточно неразумным. Что предлагается экспертами в качестве механизма автоматизма конвертации? При наступлении условий взаимодавец берет необходимые документы и самостоятельно несет их в Федеральную налоговую службу. Во-первых, взаимодавец может исходить здесь из недостаточно добросовестных интересов и заявить о наступлении обстоятельств тогда, когда они еще не произошли. Во-вторых, ФНС – это служба, которая не обязана проверять достоверность всех документов. Таким образом, участие нотариуса здесь представляет ту самую необходимую роль для балансировки интересов и стартапа, компании-заемщика, и взаимодавца. Она предоставляет компании-заемщику узнать, что взаимодавец обратился, с требованием о передаче ему доли на основании наступления определенных условий и при этом возразить относительно наступления таких условий. У компании на это, как я уже говорила, есть 14 рабочих дней. И при этом для инвестора это тоже важный механизм. Он предоставляет инвестору возможность самостоятельно также определить, наступили условия или нет, и тут же предоставить все нотариусу. При этом автоматизм этого механизма в том, что по истечении 14 дней, нотариус тут же подает документы для регистрации перехода доли в федеральную налоговую службу. Ряд экспертов ссылается на то, что предусмотренная законодательством возможность заемщика предъявить свои возражения относительно условий конвертации является явно неоправданно широким полномочием, которое может вызвать за собой сложности при реализации договора конвертируемого займа и при передаче доли инвестору. Однако, отвечая на этот вопрос, следует учитывать ряд важных факторов. Во-первых, как я уже сказала, нельзя полагаться исключительно на волю и на решение взаимодавца. Компания должна иметь возможность предъявить свои возражения. Компания должна иметь какие-то гарантии соблюдения собственных прав. Ведь мы учитываем тот факт, что все корпоративные решения, которые требовались от компании, все решения, связанные с увеличением уставного капитала, уже были приняты заранее. То есть компания, по сути, является неким заложником уже принятых ею решений. И, соответственно, на этапе реализации договора должна иметь хоть какие-то права на предъявление возражений. Во-вторых, если мы говорим о том, что есть опасения, что эти возражения будут необоснованными. Здесь, как я уже говорила в предыдущей части, мы предлагаем нашим проектам договора и в договоре между участниками предусмотреть штрафные санкции за необоснованные возражения со стороны компании. Это будет уже являться каким-то сдерживающим фактором. Во-вторых, давайте определимся, что будет в случае, если компания выразит необоснованные возражения. Очевидно, стороны пойдут в суд. Если возражения будут необоснованными, то очень скоро последует судебное решение в пользу инвестора. При этом компания будет находиться в стадии судебной тяжбы с инвестором, который в свое время предоставил инвестиции компании при наличии условно увеличенного уставного капитала, информация о котором будет в Федеральной налоговой службе. Очевидно, это совершенно невыгодная ситуация для компании, которая будет искать в этот момент деньги от нового инвестора и будет уже в стадии привлечения денег к новому инвестору. Объективно, что такая судебная тяжба совершенно не сделает ее привлекательной в глазах инвестора. Поэтому мы предлагаем смотреть на этот вопрос системно. Исходя из того, что компания уже заранее приняла все решения, которые необходимы для нее, все корпоративные решения, компания должна иметь определенную систему гарантий против недобросовестных действий взаимодавца, и при этом у компании фактически нет оснований для того, чтобы предъявлять необоснованные претензии и возражения на требования инвестора. При этом у сторон еще есть юридические возможности для того, чтобы не дать этому случиться в виде штрафных санкций в договоре. Иногда звучит такой вопрос, а может ли старый инвестор продать свои инвестиции новому инвестору еще до наступления условий конвертации, условий и возможности конвертации? Здесь законодательство отвечает на этот вопрос следующим образом. Да, можно, но такая возможность должна быть предусмотрена договором, и при этом такое решение принимается единогласно. Кто-то может сказать, что это неудобно и что надо было позаимствовать систему, предусмотренную механизмом SAFE. Однако, следует учитывать, что в случае, если инвестиции предоставляются с использованием механизма SAFE, то передача инвестиций до момента конвертации возможно только квалифицированному инвестору. Строго говоря, и заключение договора SAFE возможно только с квалифицированным инвестором, а российское законодательство не предусматривает таких ограничений. Ну и последнее, если вдруг в договоре не предусмотрели наличие такого условия, то законодательство не ограничивает вас в том, чтобы предусмотреть такое условие позднее и реализовать эту возможность по передаче своих инвестиций от старого инвестора к новому. Таким образом, анализ законодательства о конвертируемом SAFE позволяет нам сделать вывод о том, что нормы, которые установлены этим законодательством, существенно упрощают правила игры, которые приняты при заключении договора конвертируемого займа, предоставляют необходимые гарантии соблюдения положений договора конвертируемого займа и, главное, соблюдать баланс интересов сторон, как со стороны инвестора, так и со стороны компании, получающей инвестиции. При этом гарантии, которые предусмотрены законодательством, оставляют за сторонами право самостоятельно решать ряд вопросов, как по штрафным санкциям, так и по процентам, так и по срокам договора. Огромное поле для свободы принятия решений сторонами, но при этом четко очерчены гарантии соблюдения прав всех сторон. При этом необходимо учитывать, что, предоставляя такую свободу, регулятор понимает и имеет в виду необходимость крайне четкого установления в юридических документах всех положений, которые стороны хотят и имеют необходимость заключить для того, чтобы договор конвертируемого займа был реализован в той перспективе, которые стороны наметили для себя при его заключении.